Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о своих закончившихся косметических продуктах. Хочу я начать с шампуни. И первый шампунь из серии «Зеленая аптека» – «Розмариновое масло для мытья и укрепления волос». Вот такой шампунчик. Шампунь хороший, мне понравился. Волосы хорошо промывает. Конечно, не могу сказать, что они как-то улучшили рост моих волос, что-то в этом роде. Нет, конечно, но волосы мягкие становятся от него, послушные. В общем, мне понравился этот шампунь. Обязательно еще куплю. А не понравился мне вот такой шампунь от «Ифраше» для светлых волос. Для сияния написано «волос». Никакого блеска не дает. Волосы делают жесткими, плохо они расчесываются. Там без кондиционера вообще невозможно даже к волосам прикасаться, нужно забыть. В общем, нехороший шампунь. Лично для моих волос, конечно. Закончился вот такой у меня крем для тела. Из серии «Чистая линия». Липовый цвет и «Алтей». В общем-то, неплохой крем. Зимой он меня выручал. Я уже говорила об этом в предыдущих своих видео. Хорошо увлажняет кожу, не оставляет жирной пленки. В общем-то, я довольна. Закончился вот такой у меня антицеллюлитный крем. Корректирующий крем для тела. Вот с такой он массажером. Вот с таким вот. Такие вот шарики железные. Ими я не пользовалась. Я как-то попробовала, мне не понравилось. Я пользуюсь своим массажером. Очень хорошие кремные. Вот «Эйвоновские крема». Вот антицеллюлитные. Вот эта серия «Солюшнс». Очень нравятся. Я уже давно ими пользуюсь. Закончился у меня вот такой гель для душа. Молоко и банан очередной. Очень приятный запах. Единственное, что минус, что жидковатый гель. Но в целом мне нравятся вот эти гели для душа. В общем-то, покупаю их неоднократно. Так. Закончилась у меня вот такая вот умывалочка от «Гориньер». Основной уход. Очищающий гель для умывания. Средство очень хорошее. Хорошо снимает макияж. Единственное, сушит кожу мою. Хотя она у меня комбинированная. Но как-то стягивает кожу. Некомфортно после нее. Но если какой-то макияж такой, печерний какой-то смывать, то на ура. Замечательное средство. Так. Закончился у меня вот такой крем. От «Эстелаудер». Так. Так. В камере подъеду. Тайм-зона. 30 грамм. Крем хороший. Такая вот крышечка. Все у меня там уже пусто. С приятным запахом. Но, допустим, вот летом и весной этот крем будет жирноват для моей кожи. У кого комбинированная и жирная кожа, может только зимой. А, допустим, вот в летнее время не подходит. У меня, конечно, к лету я его домазывала. Оставлять уже не стала. Использовала его. Вот. Он как бы с 25 лет. СПФ у него 15. В общем-то, неплохой крем, но особо что-то хорошего тоже про него не могу сказать. Так. Закончился у меня вот такой лосьон салициловый. Так, что тут зверобой и подорожник. Старинные рецепты. Тоже я таким средством пользуюсь в основном только летом. Потому что все-таки он сильно сушит кожу. А летом у меня она как-то более жирнится. И это средство очень хорошо очищает. Предупреждает появление каких-то различных прыщиков, высыпаний. И вот таким средством я пользуюсь только летом. И стараюсь весной, в жару, после умывания еще им протираю лицо. Так, вот закончился у меня такой лак для волос. Кимотей, сильной фиксацией. Как вот тут заявлено, без парабенов. Ну, как вам даже сказать, не знаю. Лак неплохой. Но в конце, видимо, распылитель сломался. Или что, он брызгал такими крупными каплями. И вот эти мне он не понравился. А так, неплохой, в общем-то, лак. Особо не склеивает волосы. Конечно, не оставляет их такими подвижными. Нормальный. Закончилась у меня вот такая тушь от L'Etoile. Вот она. Так, это у нас эффект накладных ресниц. Здесь вот такая огромная щеточка. Видите, какая здоровущая. Тушь в целом неплохая. Но потом, ну сколько, месяц и через два она начинает жутко осыпаться и комками ложиться, накладываться на ресницы. Как бы, срок этой туши недолгий. Попользоваться ей. Попользоваться ей. А так, в общем-то, тушь неплохая. Первые месяца полтора она не осыпается. Хорошо держится на ресничках. Никаких комочков. Но потом все это пропадает и становится ужасная тушь. Вот это у меня не закончилось. Тени карандаш от L'Etoile. Такие вот они цветом. Коричневые. Цвет хороший. Мне очень нравится. Но безбожно скатывается на веках. Без базы вообще не держится. Через пару часов это что-то, какая-то грязь на веках, сбившаяся, скатавшаяся. И как я не пыталась с ним как-то подружиться по-всякому. И в виде подводки делать еще что-то. Как-то он мне не понравился. Так что вот я выбрасываю эти тени. Хотя вот цвет, все вот это мне нравится. Но даже вот так вот пальцами поводила и уже практически тени не осталось. Так же вот и на веках. И последний продукт, о котором я хотела бы вам рассказать. Это вот такая тональный крем. Вернее, крем-пудра от Estee Lauder. Идеал мат. Мэтли, как правильно сказать. У меня в оттеночке 01 фреско. Не знаю, видно вам будет. Пользовалась я им очень долго. Почти два года. И в конце он стал темнеть. На коже, в общем-то, он сильно, хотя сам это светлый, но он стал потом очень темным. Где-то когда осталось, вот так вот. И выбрасывать было жалко. Я его стала смешивать с обычным увлажняющим кремом. Как бы он получался как-то пожиже. И не так, ну как-то на лице получалось хорошо. В общем-то, так я с ним приноровилась. Он не таким темным катался на моем лице. Видимо, разбавлялся увлажняющим кремом. А так, очень хороший тональный крем. Мне понравился. Единственное, он мне уже надоел. Сейчас что-нибудь другое себе прикуплю. А так, может, через какое-то время вновь его приобрету. Вот, в общем-то, это и все мои пустые баночки, о которых я вам хотела рассказать. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.